Документальный кино «Кинза» 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 что такое две недели ждать я и вот она и не то чтобы с досадом вот как-то случайно я стал замер что стал следить за этим пареньком к следите естественно камерой по настроению я еще не знал что будет происходить потом тем более зимой а зима это уже потом было но я сразу как вы заметили если вы вспоминаете видео это сразу стал снимать следить за ним ну а потом дальше больше может быть если кого-то начать снимать то получится такое же мистера алексей сергей любит спать любит есть любит школу любит учиться и к тому же любит настю большая удача документалиста это колоритный герой только поэтому фильм получился незабываемым мы спросили в этом заслуга есть оператора или это просто хорошо попавшийся случайный герой настоящий в первую очередь это заслуга оператора потому что так мальчик не видя то есть такое ощущение складывается что мальчик совсем не замечает видеокамеру допустим когда я замечаю видеокамеру я начинаю там стесняться вздумываться что говорить и как говорить а мальчишка совершенно открыт то есть он и песню исполняет он и говорит о своих каких-то мечтах о любви своей то есть это наоборот говорит о том что оператор сделать как бы тенью что самое главное это мальчик слуга автора и удачный момент потому что с героем повезло просто это безусловно работа автора который смог найти именно тех героев которых нужно съемками антропологического кино увлеклись и сыновья андрея головнева иван головнев также создал историю о жителях севера под названием маленькая катерина ай-яй-яй 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 около 10 фильмов гости из Екатеринбурга смогли привести на фестиваль кинза и это еще не все работы которые участвуют в программе их конкурса говорит ли такое количество о хорошей жизни документалки в наши дни мы узнали у проект менеджера и координатора открытого российского фестиваля антропологических фильмов Дины Федоровой в нашей стране с документальным кино творятся какие-то совершенно жуткие вещи ну у нас в принципе вообще проблемы с кино пока на фоне вот этих постсоветских всяких процессов и игровому таки то сложно найти какую-то коммерческую стыдию у нас до сих пор и из-за этого вы знаете вот помните наверное скандалы недавно были с Михалковым союзом кинографистов они касались в первую очередь того что у нас до сих пор кино все существует за счет государства есть тендеры выиграют деньги их каким-то образом обрабатывают и не заботясь о том как примет это зритель и насколько коммерчески оправдан будет вот этот кинографический проект а с документальным кино еще все хуже потому что это такой очень специфический жанр как правило у него высокий информационный порог он такой интеллектуальный достаточно тяжелый для восприятия плюс у нас есть еще такие тенденции в российском документальном кино очень много чернухи такой вот мы как правило этого не показываем на нашем фестивале ну снимает много про бомжей про вот эти всякие категории населения страны и вот совокупно всего этого создает трудности плюс у нас просто отсутствует пока фестивальная культура но тем не менее документальное кино снимается и снимается по-разному в разрез другими работами на фестивале была представлена работа Владимира Головнева игра фильм однозначно встряхнул зрителей две группы фанатов точнее одна это девушка слепая которая фанатка и группа крупных подных мужчин и вот девушка у нее действительно она инвалид и ей нужно в жизни отсутствие зрения компенсировать какими-то увлечениями и вот эта аналогия как бы для меня она означает что эти люди они просто тоже ущербные поскольку в жизни у них ничего нет кроме их ларьков они вот таким образом открываются и самоутверждаются поэтому это не лестный для фанатов фильм а просто это как бы то что он им нравится это просто показывает их уровень что я лично знаю сама очень много фанатов у которых по два образования высших свои фирмы свой бизнес и это все бизнес атрибутика одежда сказать что это ущербные люди это ни в коем случае не ущербные люди это просто разные свои людей которые приходя на игру и приходя вот на матч чувствуют себя одним целым фильм о болельщиках народах событиях это документальное кино которому сложно не верить здесь почти нет постановочных кадров все взятое из жизни такое чувство особенно остро ощущалось на четвертый день фестиваля документального кино кинза репортаж о котором подготовили ирина копян и ведущий оператор евгений белов